Всем доброе утро! Меня зовут Лютоева Ольга. Начинаем нашу еженедельную встречу. Для начала посмотрим видео про Павла Притчина. Я работал в хаворгинге в центральной телеграфии, есть такой, и я туда решил ездить на велосипеде. Я поехал покупать велосипед, потому что как ездить, если нет велосипеда. И мне звонит Андрей Моревский и говорит, типа, слушай, Паша, ДОДО, приходи, мы с ним были знакомы. До этого уже лет, наверное, 5, где-то так. В 2015 году ДОДО в Москве не было вообще. Это интересно, то есть какая-то эволюция определенная, то есть там где-то в 2015 году я там кому-то спрашиваю, где ты работаешь? Я говорю, я работаю в ДОДО ПИЦА, это такая сеть пассерии, они там продают пиццу, я там работаю программистом, есть информационная система. Потом меня там через год уже там спрашивают, в 2016-2017 году, где ты работаешь? Я говорю, я работаю в ДОДО ПИЦА, это такая сеть пассерии, типа, ну да-да-да, что-то где-то слышали. А сейчас можно говорить, я просто работаю в ДОДО ПИЦА, и все таки, ну понятно. Ну, окей, все знают. Я стараюсь ходить примерно раз в неделю. Обычно я хожу по четвергам, но иногда я хожу по выходным еще. Поход с утра, кстати, это прям очень хорошая вещь, потому что выходные особенно. Это заставляет тебя встать рано, режим не сбивается, плюс ты заканчиваешь свои дела, вот эти походы, где-то уже 12 часа, и целый день еще свободен. Фильм вышел в 2018 году, называется «Мотылек». Конечно, надо заходить обязательно на «Зеленую книгу», третий фильм. Ну, тут как бы мои какие-то личные предпочтения, то есть мне понравился, по-моему, называется «Ничего хорошего в отеле Элли Рояль» такой был. Там такой отель, который находится на границе штатов Калифорния и Невада, и туда могут люди приехать и сделать какие-то свои дела, которые необходимо сделать на границе штатов. Была такая интересная история, что однажды Федор выпустил пост в блоге «Сила ума», и пост был очень длинный, то есть прям реально огромный пост, и он был очень популярный, то есть люди его читали. А проблема в том, что когда он выпустил этот пост, у нас отвалилась касса ресторана. Казалось бы, как связан пост в «Силе ума» и касса ресторана? На сайте «Сила ума» был маленький виджет, который показывал выручку, накопленную за год туда пиццы. Каждые 20 секунд с каждой страницы, кто просматривал этот текст, шел запрос, и дальше этот запрос порождал пересчет всей выручки со всех заказов в этом году. В итоге получилось так, что из-за того, что люди очень долго сидели и просматривали пост на странице, в ресторане не работала касса. Ты постоянно учишься, постоянно узнаешь что-то новое. То есть это такая работа, в которой ты такой «вау, ничего себе, оказывается, вот такие штуки есть». Это постоянно происходит, то есть это происходит там раз в год, раз в 10 лет, происходит раз в несколько дней уж точно, понимаешь, ничего себе. Постоянное узнавание что-то новое, обучение, оно происходит, и вот это круто, вот это интересно. А теперь познакомимся с нашими новыми коллегами, их сегодня очень много. Дмитрий Исаков. Дмитрий родом из Чувашии, он 9 лет занимался танцами, а еще, а еще, а еще он любит фильм «Бойцовский клуб». Николай Батов. Николай любит кататься на велосипеде и компьютерные игры, а еще он хотел поработать в команде с сильными разработчиками, и теперь он работает с нами. Андрей Парамонов. Андрей тоже любит футбол, также он болеет за клуб «Манчестер Юнайтед», изучает современные технологии и любит командные компьютерные игры. Сергей Чебетько. Он каждую неделю по три раза ходит плавать и занимается самостоятельно английским. Также у Сергея в семье принято по вечерам играть монополию, это очень круто. Ксения Головко. Ксения уже работала с нами и теперь продолжает работать с нами. Она любит пешие прогулки, заниматься йогой и любит выжигать по дереву. Екатерина Муравьева. Екатерина… секундочку. Любит рисовать картины по номерам, смотреть детективы и есть пиццу. А еще Екатерина вместе с мужем строит дом своей мечты. И Анатолий Малахов, он уже работал с нами, он работал в проекте «Адаптация» и теперь пришел к нам на постоянную работу. Анатолий пишет электронную музыку и любит играть в футбол. Вот, похлопаем нашим новичкам. Теперь о проекте «Онлайн инструктор». Целью нашего проекта является создание интуитивной, прозрачной и обязательной к прохождению программы обучения для новичков всех должностей в пиццерии. Для начала расскажу, из чего состоит обучение в наших пиццериях. Оно строится на программах обучения. Программа обучения состоит из стандартов. Это правила, которые обязательны к изучению и обязательны к исполнению в пиццериях. Стандарты проверяются с помощью тестов. Также еще есть навыки, которыми сотрудник должен овладеть, обучаясь в пиццерии. Однако сейчас в наших пиццериях обучение происходит немного по-разному, по-разным схемам. Например, в одних пиццериях, чтобы с должности кандидат-кассир перейти на должность кассир, нужно сдать стандарты, знать стандарты, сдать тесты и уметь принимать заказ. В других пиццериях, помимо всех этих навыков, нужно еще и пройти онлайн-курс в Ау-кассир. Разница в качестве обучения, разница навыков влияет на то, какой продукт готовят сотрудники. И в конечном счете это влияет на лояльность наших клиентов и на выручку каждой пиццерии. Почему же такая ситуация возникла? Одна из проблем, почему у нас нет единой системы обучения на одном сайте, состоит в том, что стандарты и тесты располагаются в базе знаний на сайте, где мы публикуем новости для наших партнеров. Программа обучения находится в Google таблицах. Поэтому глобальной целью нашего проекта является создание системы обучения, которая будет располагаться внутри базы знаний полностью. Для того, чтобы решить вот эту глобальную проблему, мы подошли, мы делали это небольшими шагами, которые, узнать которые помогли нам наши стажеры. То есть мы, для начала мы изучили целевую аудиторию наших программ обучения. Разделили ее на две части. Первая часть это сотрудники, которые недавно прошли обучение, то есть стажеры и кандидаты. И вторая часть это инструктора, менеджеры по обучению и управляющие пиццерии. Мы задавали новичкам, с новичками мы проводили небольшие интервью, где спрашивали их о взаимодействии с программами обучения. А инструкторов, менеджеров по обучению и управляющих, с ними мы проводили более длительные интервью, уже детально разбирая каждый из шагов. Поскольку мы уже добились качественного, добились результатов по работе с проблемами наших новичков, о них я сегодня и расскажу. Вообще было достаточно сложно найти, в чем же заключается проблема обучения в пиццерии, потому что иногда сотрудников спрашиваешь, ну, как тебе вообще обучение в пиццерии? И он отвечает, что все отлично, но когда ты начинаешь более подробно о каких-то конкретных вещах его спрашивать, сотрудник уже говорит, что вот здесь все не совсем идеально, тут тоже, и поэтому оказывается, что на самом деле есть проблемы в обучении. Таким образом, мы нашли одну из проблем, которая касается тестов. Мы спрашивали у новичков, за какое количество раз вы проходите каждый конкретный тест. На что нам отвечали, что это два, три раза или больше. Потом мы задавали вопрос, почему не получается пройти с первого раза. На это стажеры отвечали, что обычно, когда проходишь с первого раза, ответы сбрасываются, потом приходится снова перепроходить тест. Так мы нашли одну из проблем, которую впоследствии решили. Итак, о том, какие проблемы сотрудников мы уже решили и как мы это делали. Первое, это наши стандарты было неудобно смотреть на телефоне. Некоторые стандарты были сложны к изучению. И последнее, это то, что во многих случаях результаты теста не сохранялись, поэтому приходилось перепроходить его несколько раз. Начнем с первой проблемы. Как мы справились с проблемами встраивания в телефоны? Большая часть наших сотрудников проходит стандарты с мобильных телефонов. Однако исторически так появилось, что наши стандарты были разработаны под удобство изучения на компьютерах и планшетах, чтобы можно было изучать их прямо на смене. Поэтому с самого начала мы смотрели на контент с точки зрения того, как он будет встраиваться в мобильные телефоны. Для этого мы создали функцию в редакторе стандартов, которая называется шаблоны. Теперь мы можем вставить шаблон в стандарт, добавить туда информацию, сохранить, и сотрудник сможет увидеть этот стандарт хорошо с разных версий разных телефонов. Так раньше выглядел стандарт по нарезке ингредиентов. Было неудобно его читать, он неудобно встраивался в телефон, но неплохо выглядел на планшетах. Однако такие стандарты было сложно еще создавать, потому что приходилось много работать с кодом. Сейчас мы все встраиваем автоматически, то есть у нас есть шаблоны, и стандарты выглядят удобно вот так. Теперь сотрудники, которые пользуются русскоязычными стандартами, могут проходить их с телефона, и они будут выглядеть там красиво. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это сложные в изучении стандарты. Например, стандарт по маркировке. Сама по себе тема маркировки достаточно сложная, и наш стандарт объяснял, в каком случае какую маркировку нужно ставить, но мы не до конца объясняли сотрудникам, в каком случае при смене маркировки, как ее правильно ставить. Вот поэтому он вызывал поначалу затруднения. Поэтому перерабатывая стандарты, перерабатывая контент, мы в первую очередь обратили внимание на то, посмотрели на них глазами стажеров, обратили внимание на то, насколько хорошо мы объясняем разные мелочи. Например, в некоторых случаях мы объясняли, как делать не нужно, но не объясняли, почему так делать нельзя, и что делать в этом случае. Исходя из этой проблемы, у нас вышло решение, такие карточки, как хороший и плохой, и проблема и решение. То есть теперь мы не только констатируем факт, как делать нельзя, и как делать можно, а еще и рассказываем о том, как исправить эту ситуацию, что конкретно вот сейчас делать. Например, мы рассказываем сотрудникам теперь, как поступить с пиццей, которая получилась не идеальной, в каком случае ее нужно списать и переделать, а в каком случае ее можно исправить, исправить проблему и отправить клиенту, чтобы он не ждал заказ слишком долго. Таким образом наши сотрудники теперь больше понимают, почему введено каждое правило, и становятся более лояльны к нам. А качество продукта в пиццериях улучшается. Вот. Ну и последняя проблема, с которой мы столкнулись, это с тем, что, о которой я уже рассказывала, это с тем, что иногда в стандартах не сохранялись, в тестах не сохранялись ответы уже на пройденный тест. В чем была ситуация? Сотрудник проходил наши тесты, они встроены... Наши тесты — это встроенные в сайт со стандартами Google формы. Обычно это большие тесты были раньше, потому что они были привязаны к определенному разделу стандартов. Например, сотрудник проходил 10 тестов, 10 стандартов. После этого ему нужно было пройти тест, который состоял из 40 вопросов. Ему было достаточно сложно с первого раза пройти все 40 вопросов, поэтому приходилось возвращаться обратно к стандартам, читать заново и снова возвращаться в уже начатый тест. Но в уже начатом тесте прошлые ответы не сохранялись. Это вызывало огромный дискомфорт у сотрудников, потому что тратило их личное время, и, в общем, было очень грустно. Что мы с этим сделали? Мы переработали стандарты структурно. Например, был блок «Безопасность пищи», был и есть блок «Безопасность пищи», и в нем много стандартов. Один из которых – это прием продуктов. Прием продуктов – это достаточно длительный процесс, который связан с безопасностью пищи, но все-таки не напрямую. Поэтому мы вынесли, разделили стандарт по приему продуктов на 4 последовательных стандарта, 4 легких части, и вынесли их в отдельный раздел. И после этого ставили тест, буквально состоящий из 7 вопросов, которые очень легко пройти, если ты прочитал стандарты до этого. Таким образом, сейчас все наши тесты легко проходимы, если вы до этого изучали стандарты. Это то, что мы уже успели сделать для наших сотрудников, для наших стажеров. Также у нас еще есть некоторые планы в нашем проекте. Мы планируем в течение ближайших месяцев встроить тесты прямо внутри базы знаний, то есть убрать Google формы и разработать систему тестирования на базе нашего сайта. Также мы улучшим поиск по стандартам и создадим онлайн-обучение, которое будет доступно для всех сотрудников, всех должностей. Пицца-мейкеры, кассиры, курьеры, теста-мейкеры смогут от стажеров дойти до целевых должностей, только используя наш сайт со стандартами и онлайн-обучение там. Таким образом, все наши команды станут более компетентными, качество продукта более высоким, и пиццерии будут получать большую выручку. Всем спасибо за внимание. Передаю слово Москве.